Всем привет! Меня зовут Дарья Шаповала. И сегодня я хочу пригласить вас вместе со мной помечтать о мире моды будущего. Представьте себе, что вы отправляетесь в долгожданный отпуск, скажем, на берег океана или в горы. Вы берете с собой набор базовых вещей, которые вам понадобятся. И, конечно же, пару образов для того, чтобы сделать классные фотографии на фоне всех тех фантастических пейзажей, куда вы едете. Я чувствую, что будет перевес. А даже если нет, представьте, как было бы проще путешествовать без дополнительной одежды, которую в итоге можно надеть всего лишь в один клик на фотографию. Представили себе? Добро пожаловать в мир цифровой одежды. В модной индустрии я работаю более 15 лет. И за это время мне и моей команде удалось сделать несколько классных проектов. В свое время мы мечтали и хотели поставить Украину на модную карту мира. У нас получилось. Мы создали Международную неделю моды. В рамках которой свои коллекции показывали множество украинских и восточноевропейских дизайнеров. О них написала международная пресса. Их одежда начала продаваться в больших магазинах мира. После чего я поняла, что будущее моды в технологиях. Я переехала в Америку и начала строить проект вместе со своей командой в цифровой моде. Давайте будем честными. У нас у всех есть платья, которые мы покупали, ну и носили буквально несколько раз. Раз, два, три. Ну, например, это была одежда от какого-то очень крутого молодого дизайнера. Она фантастически выглядела. И вам достаточно было выгулять ее буквально однажды. После чего вся эта одежда складывается в гардероб и дальше либо отдается на благотворительные аукционы, либо передается маме и подруге, сестре. Но ведь я уверена, что все мы можем жить исключительно с набором базовых вещей, а вот такую специальную одежду надевать только в диджитум. Ну, окей, может быть, какую-то арендовать. А есть кейсы, где вам просто хочется поделиться одеждой определенного бренда. Мне кажется, и я все больше в этом уверена вместе с нашими юзерами нашего продукта, то, что таких юзкейсов становится все больше. И такую диджитал-одежду исключительно на фотографиях для контента. Мы будем хотеть носить все чаще. Ведь чтобы расти в соучал-мидиа, чтобы показывать свои профайлы, чтобы отличаться от других, нам нужно загружать больше фотографий. И таких фотографий в день загружается больше ста миллионов. Обычно на всех этих фотографиях она что-то надета. Я абсолютно уверена, что не всю эту одежду нужно покупать в ее физических вариантах. Достаточно надеть только в диджитал. Таким образом, у вас может быть бесконечный гардероб, который вам будет стоить намного дешевле, чем если бы вы покупали всю эту одежду в их физическом варианте, и потом либо отправляли ее назад, либо вам приходилось что-то с этим делать. Процесс покупки цифровой одежды достаточно простой. Вы заходите на платформу, вы выбираете образ, который вам нравится. Будет там, например, это платье. Дальше вы покупаете этот образ, и вместо того, чтобы записать адрес, куда эту одежду нужно отправить, вы загружаете свою фотографию. Проходит небольшое количество времени. Мы отправляем вам эту фотографию назад, и вы уже в ней стоите в новой одежде. Для чего это может пригодиться? Таким образом, вы можете обновить свой старый контент. Вы можете поделиться теми фотографиями, которые уже набирали большую популярность у вас в соцсетях, но они будут немного другие. И таким образом вы можете рассказать всем о каком-то бренде, без того, чтобы покупать его образы, его коллекцию. Ведь я уверена, что у каждого из нас есть бренды, которые мы обожаем, и думаем, боже, какие фантастические вещи, но куда же я надену это платье? Так вот, куда его можно надеть? Просто в соцсети, поделившись в своем профайле. Не правда ли это звучит очень круто, просто и понятно для всех? Сейчас наша команда работает над тем, чтобы ускорять технологию процесса надевания диджитал-одежды. Мы работаем с 3D-дизайнерами со всего мира, с традиционными домами моды и фэшн-брендами, одежду которых мы начали диджитализировать. И тут я тоже вижу большой потенциал, ведь традиционным брендам нужно работать с инфлюенсерами, и им приходится отправлять достаточно большое количество одежды, чтобы эту одежду надевали и делились этими фотографиями в соцсетях. Я абсолютно уверена, что даже до 70% этого всего можно перевести в диджитал и делать так называемый диджитал-инфлюенсер-гифтинг. Ведь в итоге результат таких сотрудничеств и коллабораций – это обычно фотографии инфлюенсера в соцсетях в платье. И если, например, этот инфлюенсер не собирается носить это платье дальше, и оно ему может не понадобиться, это все можно произвести исключительно в диджитал. И, конечно же, это очень поможет проблеме перепроизводства, которая действительно существует в модной индустрии. Когда мы только начинали строить свою платформу, мы читали очень много исследований, и так уже становится понятно, что до 9% одежды покупается людьми в некоторых странах исключительно для создания контента. Представляете, какой-то огромный объем одежды, и как много этой одежды, окей, потом возвращается в магазины, потому что, по сути, она людям не нужна, но какая-то просто оседает сначала в гардеробах, потом на свалках. Ведь в модной индустрии сейчас все больше приходится быть ответственными за вот то как раз перепроизводство, и особенно в масс-маркете. И тут я уверена, что если мы переведем часть одежды, которую мы покупаем исключительно в диджитал, мы действительно поможем решению этой проблемы перепроизводства. Да, это значит полностью поменять привычку, consumer habit. Но это интересная задача, и мне кажется, решать ее надо большим количеством креаторов, большим количеством людей, которые в это могут вовлекаться. У нас уже существуют клиенты по всему миру. Те дизайнеры, с которыми мы работаем, они работают и создают с нами вещи в разных странах. Что мне еще особенно нравится в цифровой моде, я встречала большое количество, скажем так, художников, которые всегда хотели попробовать себя в одежде. Но процесс ее производства, он достаточно трудоемкий. А теперь в диджитал-моде буквально каждый из нас может попробовать себя, изучив определенные инструменты, стать диджитал-дизайнером. И теперь я абсолютно уверена, что если вы хотите начинать свой путь как ваш дизайнер, намного дешевле вам начать в формате диджитал-дизайнера. Попробуйте сделать несколько первых платьев в диджитал, это будет намного дешевле. И посмотрите, насколько активно люди хотят надевать ваши вещи в диджитал. Таким образом, это тоже тест для брендов. Что хочет носить их аудитория, а что предпочитает не надевать. Потом уже производить эти вещи в физической версии. Я понимаю, что многие из вас задаются вопросом, как эта одежда существует только на фотографиях. Но, во-первых, скажем так, я уже вижу, что все больше наших клиентов очень хорошо понимает, зачем им это нужно. Во-вторых, я действительно понимаю, что нам каждый день приходится все больше и больше рассказывать о себе, о своих проектах. Нам приходится публиковать фотографии себя. И, как я уже говорила, чтобы каждый раз не покупать новую одежду, мы можем купить ее исключительно в цифровом формате. Поэтому я абсолютно уверена, что все больше людей будет переходить к тому, чтобы носить цифровую одежду. Тем более, что, возвращаясь к вопросу сохранения среды, мы уже посчитали, что для производства диджитал-вещей используется на 95% меньше ресурсов, которые, например, вода или углекислый газ, которые выделяются во время производства обычной одежды, которые мы можем сохранить. И это круто. Я не говорю о том, что нужно полностью переходить только на диджитал-одежду. Я уверена, что у всех у нас с вами будет желание купить вот такое, например, фантастическое платье. Но чтобы не покупать каждый день или там все, знаете, все образы из коллекции, какие-то из них можно надеть только в их цифровых версиях и остаться преданным этому бренду, остаться преданным своей любви к моде и к тому, что все вместе мы сможем создавать. И самое интересное, ведь в соцсетях действительно многие из нас, скажем так, стали такими аватарами, да, аватарами себя иногда. Мы не всегда соответствуем напрямую тому, как мы выглядим в соцсетях. Там у нас может быть какой-то отдельный, другой образ, да. И именно для этого тоже может помочь цифровая одежда, потому что, конечно же, одежда — это всегда язык. Поэтому я рада поделиться с вами своими наблюдениями о мире моды будущего и приглашаю вас вместе со мной его изучать. Так что мир цифровой одежды, он станет все больше интереснее. Но сейчас именно то время, когда вы можете быть одними из пионеров этого нового движения, каким являюсь я и моя команда и наши первые клиенты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...